Сегодня мы будем общаться с вами по поводу принтера Epson Stylus Photo R270. Это просто принтер, он просто печатает, никаких других функций у него нет и к нему подключена система непрерывной подачи чернил. Первое, регулярно нужно печатать один раз, два, три дня, заправлять чернилами систему. Как это делать? Фильтр достали, маленькое отверстие закрыли, большое открыли, залили чернила, закрыли большое отверстие, открыли маленькое, ставили толстым концом, более толстым, воздушный фильтр на место. Вот в таком вот положении, это рабочее положение системы, в таком положении он остается у нас постоянно. Тут еще у нас выведена бутылочка, это слив чернил, сток чернил, чтобы не чистить абсорбер, памперс, так называемый. Если в трубочках вы видите воздух, его нужно выгонять. Выгоняется он двумя способами. Ручным способом это делается с помощью шприца. Вы набираете воздух шприц, открываете эту пробочку, вставляете, начинаете продавливать и смотрите, предварительно вытяну в соответствующем цвете вот эту вот пробочку. Как чернила побегут по трубочке, а потом начнут заполнять картридж. Как только вы в этом отверстии, где стояла пробочка, увидите чернила, сразу же пробочку закрыли, шприц достали, воздух не подаем. Если криво печатаются таблицы, чистим ленту энкодера. К сожалению, тут нет ни экранчика, ничего. Поэтому все функции мы делаем с компьютера. Какие именно нас интересуют? Нас интересуют... Во-первых, когда качество печати ухудшается, можно повышать качество печати. Вот наилучшее фото или фото. В этом режиме он будет печатать дольше, но качество увеличивается. Допустим, если у вас начинают появляться полосочки, вы увеличиваете качество печати. Либо если у вас проблемы с цветом, можно поставить в настройках, просто чтобы он печатал только черным цветом. В сервисе нас интересует статус-монитор. В этом статус-мониторе можно посмотреть, если какая-то ошибка, что именно не нравится принтеру, чтобы он нормально работал. Также тут можно посмотреть уровни чернил. Уровни чернил сбрасываются... Тут вот есть специальная кнопочка, которую вы нажимаете, и опять уровни чернил, вот как черный, у нас будет полный. Дальше. Нас интересуют прочистка печатающей головки. Эти прочистки нужно делать, когда у нас появились пробелы при печати. Проверка дюз. Мы печатаем, допустим, нечего нам печатать каждый день. Мы берем, печатаем этот тест дюз. Во-первых, мы контролируем качество печати нашего принтера. Не должно быть пропусков на этих лесенках. Во-вторых, мы прогоняем печать всеми цветами, что очень полезно, чтобы не застаивался принтер и печатал хорошо. Калибровка печатающей головки используется очень-очень редко. Лучше этой функцией, в общем-то, не пользоваться. Сейчас я вам покажу, как печатается этот тест дюз. Также, когда вы печатаете, нужно прижимать этим прижимом, прижимать бумагу, чтобы в принтер она заходила ровно. Если проблемы с захватом бумаги, ищем посторонние предметы обычно либо здесь, либо что еще чаще. Вот здесь, где вставляется бумага, очень часто попадают сторонние предметы. Их убираем. Таких прочисток можно делать много. Самое главное, чтобы чернила были в бутылочках. То есть, перед прочистками контролируем наличие чернил в бутылочках. И если их нет, доливаем обязательно. Иначе в систему потянет воздух, и завоздушится печатающая головка. Иначе вставляем. Если выдается ошибка о том, что ошибка передвижения каретки, ищем внутри посторонние предметы, которые мешают передвижению каретки. Вот эти вот клипсы, которые держат систему лучше, они должны быть крепко приклеены, чтобы они не отпадали. Это частая проблема. Наконец-то у нас печатает. Вот мы смотрим тест дюсс. Согласно тест дюсс, у нас все-все-все-все-все цвета печатают. Видите, никаких пропусков, ничего нет. Выполняйте простые советы. Вы продлите срок службы вашего принтера, а также сохраните большое количество ваших нервных клеток. Всем успехов! Субтитры создавал DimaTorzok